Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот» на часах 12.07. Ведут передачу сегодня Александр Рассохин и Владимир Сметанин. Еще раз здравствуйте. Второй час у нас стартует. В первом части мы, напомню, говорили с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт», который объединяет представителей многих профессий. Вне зависимости от образования люди могут помогать в поиске пропавших людей, и взрослых, и детей. Ну а во втором части мы будем говорить о конкретной профессии, о профессии юриста. И наша тема звучит следующим образом. В Кирове собрались молодые юристы из многих регионов страны. Речь идет о Всероссийском съезде Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России. И у нас сегодня в гостях непосредственные участники и организаторы этого мероприятия. Представляй, Саша. Насеми Назаров, председатель Совета молодых юристов Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. Здравствуйте. И Денис Панчин, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России, председателя Координационного совета молодых юристов. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Давай напомним о том, что на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте есть опрос. Получение профессии юриста в настоящее время. Что это? Как вы оцениваете? Это престижно, перспективно? Это вполне уже привычно, обыденно? Или это штамп? И надо развивать интерес к другим специальностям. Вот я вспоминаю 90-е, 2000-е годы. Ну, количество получить юридическую специальность было, ну, просто, ну, приогромнейшее. Вот куда ни посмотри, юрист, юрист, юрист. Вот тогда это считалось уже на 100% престижно, перспективно. Какая ситуация сейчас, будем выяснять. А вот я сразу хочу задать этот вопрос нашим гостям. Вы специалисты в данной отрасли. Что сейчас с поколением молодых людей, с их стремлением освоить юридическую специальность? Это по-прежнему, да, Денис Паншин. По-прежнему, да, это актуально, престижно и считается элитно. Но есть определенные нюансы, которые говорят о том, что профессия юриста — это, ну, как вы сказали, такой распространенный тренд. Экономист, юрист, менеджер. И недавно мы делали запрос в Минобразование от имени ассоциации. Сколько же юристов? Федеральное. Да, федеральное министерство. Сколько юристов выпустилось в период с 1975 по 2016 год? Минобразование нам дал цифру 2 миллиона 200 тысяч. Юристов выпустилось за этот промежуток. Это всего лишь, ну, условно говоря, фаза, где люди еще в активной такой рабочей возрастной фазе находятся. И те, кто только-только выпустился в прошлом году. Средняя цифра выпуска — это, ну, минимальный был порог 86 тысяч за последние 15 лет. Максимальный — 150 тысяч в год юристов выпускалось. Представьте себе, да, какое-то колоссальное количество юристов в стране при населении 147 миллионов. Юристов, если еще взять юристов, которые до 1975 года выпустились, плюс те юристы, которые выпускались в странах ближнего зарубежья, которые практикуют, живут здесь, там, мигрировали, да, там, из союзных бывших республик. Ну, мы цифру примерно в 3 700 нарисовали. 3 миллиона 700 тысяч. Ну, условно говоря, нарисовали. То есть мы собрали данные и пришли примерно вот 3 500-3 700. Это, ну, сколько, 2, 2,5% почти населения у нас юристы. Понятно, что качество профессии от этого очень сильно страдает. Большое количество юристов, во-первых, это, ну, очень конкурентная среда, потому что хороший юрист — это всегда человек, который нужен всем. Подождите, 3 миллиона 700 получивших образования? Получивших образования. Это не факт, что они работают, конечно, по занятости, конечно, Росстат нам не дал почему-то информации, потому что, ну, ее просто нету. Профессия, она, не знаю, почему она так не фиксируется. Ну, госслужба дает данные конкретные, там, судебные приставы, там, исполнительные системы власти, госслужащие различных, там, органов региональных, федеральных. Там, в принципе, цифры есть определенные, но это тоже колоссальное количество людей, аппарат госвластия, он сам по себе здоровый. И юристов, там, обеспечивающих деятельность, очень много. Адвокатов, допустим, ну, очень конкретная цифра — 75 тысяч. По стране адвокатов 5 тысяч из них приостановили статус с определением там различным, да, кто-то по должности занимает, кто-то в определенной там. Последствия каких-то правонарушений. Нотариусов около 8 тысяч, но тут же, да, люди, которые конкретно прописаны в законе, это уже армия почти 85 тысяч человек, юристов, которые постоянно практикуют, которые непосредственно занимаются деятельностью. Понятно, что чем больше юристов, тем более, чем больше хороших юристов, тем больше конкуренция на рынке. Вот, и сейчас большой вопрос стоит, стоит ли действительно выпускать такое количество юристов, кому они нужны, и как они будут дальше применять свои навыки. То есть, к тому же Минобру вы можете дать некую рекомендацию о том, чтобы сократить, возможно, количество принимаемых. По этому направлению, вот представьте, Советский Союз, сколько там населения, да, было около... Ой, я уже не помню, честно говоря. Точно больше. 140 в настоящее время в Российской Федерации. 147, да, ну, 150 там плюс-минус. Я думаю, ну, около 300, наверное, было, да, наверное. 50 вузов было выпускающих юристов, до 2008-го на территории Российской Федерации было полторы тысячи вузов, факультетов и филиалов, которые выпускали юристов. Полторы тысячи, вот тут как раз то, что вы сказали, в 90-е годы, вот они развились до того, что, да, там, ветеринарные вузы выпускали юристов, интернет использовали для, условно говоря, дистанционное получение образования, и, условно говоря, там, за три года ты мог стать дипломированным специалистом. Внутри одного региона филиалы росли по более мелким городам. Да, 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 в том числе. Ассоциация юристов России вышла на президента с предложением, давайте мы займемся этим вопросом, будем проводить, как минимум, общественную аккредитацию вузов, факультетов, чтобы они отвечали определенным требованиям, которые юрсообщество само себе выставляет, какие юристы должны быть, по мнению самих юристов. И с 2008 года этот проект был запущен, сократилось количество вузов благодаря совместным действиям АЮРа, Ассоциации юристов России и Минобразования. С Рособорнадзором на соглашение было подписано. Проводя вот эту аккредитацию, мы сократили это количество вузов, факультетов, филиалов до 750, но из этих 750 общественную аккредитацию прошли всего лишь 158. Вот у них есть сертификат, что они прошли общественную аккредитацию юридического сообщества всей страны, а там не только юристы корпоративные, адвокаты, нотариусы, там и прокуроры, и судьи, и чиновники, и представители различных юридических школ, бизнесмены. И работа продолжается, но теперь не вузы аккредитовываются, а программы. Вот бакалавриат, магистратура и аспирантура. То есть более узко и более тщательно прорабатывается вопрос качества подготовки юристов. Но в то же время количество выпускников, оно почему-то увеличилось. Ну, понятно, первая волна, когда закрывается филиал вуз, этих людей нужно куда-то перекидывать. Они в любом случае должны получить право на образование Конституции прописано. Они там где-то либо оплатили, либо они уже на потоке на бюджетных средствах. Государство за них заплатило деньги, вуз должен выпустить уже. Но потом цифра все равно растет, она почему-то увеличивается. 150 тысяч в том году людей выпущено. Почему? Вопрос. Мы сами задаемся этим вопросом. Почему? Ну, наверное, потому что популярность, она, несмотря на те все разговоры о том, что нужно инженерные специализации развивать, нужно синих воротничков возвращать, потому что белых уже пруд пруди. Людей труда непосредственного. Да, да, да. Наверное, потому что среднее образование. Оборудование специальное, оно у нас, условно говоря, как класс, как институт, отсутствует толком-то. Нет нормальных колледжей. Все те техники МПТО, они превратились либо в какие-то иные организации, либо это те специализации, которые опять-таки готовят либо юристов, либо бухгалтеров, ну, экономистов. Профессиональных колледжей, юридических, не так уж и много. Но они все при крупных вузах, допустим, Российский государственный университет правосудия, где готовят основной костяк штат судебной системы, у них свой колледж есть. То есть ты приходишь в колледж после девятого класса, учишься там, и потом тебя, условно говоря, зачисляют в вуз, либо после колледжа ты можешь работать в аппарате суда, на низких должностях, не получив высшего образования. Это понятно, да, но в то же время, куда тогда идти выпускникам девятых классов, если они хотят заниматься конкретной специализацией, там, электриком, поваром, продавцом и прочим, и прочим, да. Ну, условно говоря, некуда. Поэтому, ну, это мое мнение, я так думаю, и получается, что они идут дальше, доучиваются, это 10-11 класс, и, ну, вчера вот со студентами встречались, и говорю, как вас вообще занесло на юрфак? Ну, кто-то, было несколько вузов, мы встречали с активом разных вузов, и филиал Кутафинского университета, ВИАТГУ, да, вот, Насиме более обладает детальной информацией. А вот, как раз, я пару минут хочу дать слово Насиме, обрисовать ситуацию с востребованностью юридической профессии у нас в городе. С потоком желающих, да. Я могу сказать, вот, ассоциации, да, от Совета молодых юристов, вот, у нас вчера как раз Денис Игорь сейчас начал оговариваться, проходила встреча, там присутствовали активы. На самом деле, мы собрали людей, именно неравнодушных, людей, которые сами на нас выходили, просили предоставить им возможность пройти практику и в правительстве региона, и в адвокатской палате, в ССП, в других органах. То есть мы через свои там контакты, имея положительную характеристику на данных студентов, это обеспечивали. И вот вчера, значит, прошла эта встреча, были студенты опорного университета, МФЮА и Кутафина, Волговецкого института. Ну а если в целом, в целом-то обрисовать ситуацию, вот, с получением именно конкретного этого юридического образования, у нас по-прежнему велико количество желающих. И на самом деле конкуренция, я бы не сказал, что она куда-то делась. Нет, востребованность у нас также велика. И то, что сейчас Денис Игоревич отметил, нужно возрождать, наверное, не методом каких-то ограничений, нужно поднимать престиж среднего образования, поднимать престиж рабочей профессии. То есть такими приемами, такими механизмами. Ну и ЕГЭ, наверное, тоже дало нам вот этот, по-моему, негативный результат, когда ребята просто раскидывают документы по разным вузам. И вот вчера парень говорит, я на юрфак, в принципе, хотел, но я закидывал и на инженерно-технический, и на экономический. Да, это большая проблема, да. Да, я помню, как мы сдавали экзамен. Ну вот вы, наверное, тоже историю поступали, историю отечества. Да, я просто перед началом программы упомянул о том, что я учитель истории и права по образованию. Поэтому, да, как-то есть определенное понимание. И в юриспруденции, в том числе, там язык, да, иностранные русские литературы в виде сочинения писали, и там общество знаний, и собеседование по праву. Тогда ты уже конкретно шел, готовился на юрфак, ты однозначно выбирал эту профессию, и знал, куда идешь. Сейчас вот это пакетное раскидывание там своих документов, копий по разным вузам, и куда тебя возьмут там по баллам, где недобор, где перебор, и на какой факультет ты в итоге попадешь, ну, это проблема. Ну, и, наверное, для парней-то это актуально, условно говоря, закосить от армии и не пойти служить. В любой вуз службы поступить, да, тут тоже вопрос. Ну, это все системные вопросы, тут, наверное, именно обороны должны работать, чтобы ребята не боялись идти служить. И в то же время вузы должны более тщательно отбирать контингент абитуриентов. Но вузы как раз в этом плане очень мощно работают. Они заинтересованы в том, чтобы приходили люди, которые потом трудоустроятся. Это же для них показатели сейчас. У них работа превратилась, условно говоря, в срезы. Сейчас менеджеры у нас, а не преподаватели. Я сам преподавал вот тот семестр прошлый. Я обалдел от того, сколько бумаги нужно заполнить для того, чтобы там два раза в неделю отчитать дисциплину, там, финансовое право читал. Но это ужас. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Скоро мы продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы во втором части о Всероссийском съезде Координационного совета молодых ассоциаций юристов России. 24-26 мая проходит он в Кирове, в здании правительства Кировской области. И у нас в гостях Насиме Назаров и Денис Паньшин, одни из организаторов этого мероприятия. Ну, я предлагаю к нему перейти. Это мероприятие ежегодное. Насиме, что это за мероприятие? Давайте, да, поясним. С принимающей стороны, так сказать. На самом деле, Координационный совет молодых юристов по положению заседает там не реже, чем раз в квартал. И для нас там особая честь в городе Кирове принимать очередной съезд. Это не часто происходит. Обычно в Москве все-таки мы собираемся чаще. Только логистика. Да, логистика. Я подумал, в Москве дорого стало собираться, у нас это подешевле. Нет, это своего рода некий там, наверное, и оценка нашей работы. Наверное, наше региональное отделение там заслужило провести этот съезд. На самом деле, проходила вчера официальная часть пленарных заседаний в правительстве. У нас приехало 10 элегатов из субъектов других. Ожидалось больше. Ожидалось больше. Заявлялись больше. Да, там были накладки. Ну и, конечно, логистика, логистика. Еще раз, логистика. Многие жалуются, что до нас либо с пересадками, либо там тяжело добраться. Какой самый отдаленный район представитель приехал? Санкт-Петербург. Регион, по-моему, Петербург. Петербург. Ну, он не такой далекий, да, но в то же время по логистике... Ну, на поезде 24 часа. Санкт-Петербург, Челябинск, поезд, они вот с пересадкой. Удмуртия, Саратов, Нижний Новгород, Москва, пару южных субъектов. С Сибири нет. С Сибири не доехали, да, потому что у нас 8-9-го будет там мероприятие, большое ассоциации юристов, и народ сделал выбор в пользу того мероприятия. Хорошо, да. В чем суть мероприятия? У нас повестка-то была достаточно насыщенная, то есть определили планы работы, подвели итоги, все председатели региональных советов молодых юристов отчитались, доложили, и самое важное, мы определили дальнейшие векторы направления по основным базовым проектам деятельности. Вот, и коллеги-то все присутствовали, я думаю, что содержательно поработали. Давайте о направлении конкретно поговорим. Что сейчас молодых юристов-то волнует, интересует, какие проблемы, какие задачи ставятся для решения? Мы вообще осуществляем ту деятельность, которая есть, у нас проектная деятельность, есть проект бесплатной юрпомощи, есть проект школы права, да. То есть по бесплатной юрпомощи у нас... Давайте про бесплатную юрпомощь. Давайте, да. То есть поясню, у нас на базах юридических вузов города Кирова или юридических факультетов существуют специальные юридические клиники, которые работают по графику несколько раз в неделю. Любой гражданин может прийти и получить квалифицированную помощь студента старших курсов. Внимание, слушатели, сейчас конкретная полезная информация для вас, да. Да, и также у нас существует порядка 35 юридических центров оказания бесплатной юридической помощи по городу Кирову, где уже оказывают профессиональные юристы, адвокаты, нотариусы, сотрудники прокуратуры бесплатную юридическую консультацию. То есть любой житель может прийти, получить данную консультацию. В приемной президента понедельник, среда, пятница с часу до 16 ежедневно, да, соответственно. Востребованы? Вот эти консультации? Востребованы, но на самом деле очень часто приходят люди, которые отчаялись уже и по одному и тому же вопросу, там, по нескольку раз. Ну, конечно, бывают случаи, и они не исключения, когда люди, на самом деле, получив юридическую консультацию, решают свои проблемы и понимают, как им дальше действовать. Какие вопросы? С какими вопросами конкретно обращаются? То есть вопрос, там, ну, жилья у нас, да, обеспечение жильем, переселение обычно, получение каких-то благ. Очень было. Да, все вот это. У нас, на самом деле, было вот время с капремонтом, когда, да, и мы ездили... Почему было время, оно продолжается. Ну, продолжается, но я имею в виду, сейчас как-то вот спал вот этот основной такой упор на этот акцент. Вот, постоянно приходят люди и спрашивают, что нам делать с капремонтом, платить, не платить, да, то есть, там, будет ли отмена, там, ходили ведь разные слухи на федеральном уровне. То есть, в основном, конечно, это по частным спорам, по земельным отношениям, садоводство не могут, там, сейчас началось, вот, то есть, актуальные вопросы, как отмежевать, поставить на учет садовый участок. Забор на 30 сантиметров туда, на 30 сантиметров сюда, все, уже война между соседями. Самые, да, болезненные вопросы. Помогаем, то есть, оформить документы, если это какие-то, там, простые, несложные документы, в администрацию города, в Росреестр, в кадастровую палату, то есть, заявления на месте. Если это уже требует каких-то судебных разбирательств, мы консультируем, как это должно происходить, в каком порядке. Вот, судебное сопровождение, конечно, там не предоставляется в рамках данной бесплатной юридической помощи. Ну, и это, наверное, практика, определенная для студентов в это же время. Конечно, вот мы вообще стараемся, чтобы во время оказания данных юридических консультаций профессиональными юристами рядом присутствовали один-два студента юридического факультета, они смотрят и обучаются. И, на самом деле, у нас есть случаи, когда ребята, заканчивая юридический факультет, создавали уже свои юридические фирмы, поднатаскавшись вот на таких консультациях. Есть случаи-то и вообще вопиющие. И после нескольких таких выездов по бесплатной юрпомощи в отдаленные населенные пункты, студенты подходят, говорят, спасибо вам за... Я говорю, за что спасибо? Я, говорит, поняла, что юриспруденция это вообще не мое. Ну, почему вопиющие случаи? Ну, жизнь... Да, да. Вот сделала однажды выбор, а тот... Ну, как-то вот поменялась линия. Пообщались, то есть там и с прокурорами, видели, как это происходит, как они работают. Бывают перерывы всегда на этих у нас мероприятиях. Вживую пообщались, поняли, что, наверное, не все так радужно. Ну, хорошо, что сейчас они это осознали, а не когда-то, там, через пять лет или еще когда-то. Да, когда уже получили диплом. Лучше поздно, чем никогда, да? А наставничество за этими людьми, молодыми юристами какое-то осуществляется? Ну, отслеживание качества предоставляемой юридической консультации? Конечно, конечно. Чтобы не было ошибок. Да, все консультации осуществляют в присутствии специальных кураторов, которые закреплены за каждой юридической клиникой. То есть на базе каждого университета у нас есть кураторы. Они всегда присутствуют и координируют консультацию. А почему так все-таки получается, что человек вот ходит, ходит по инстанциям, и к вам приходит, и неоднократно приходит, а проблему решить не получается? Где тут сокрыто? Ну, собственно, беда-то основная. Там, на самом деле... Несовершенствие права. Каждая ситуация... Личностный фактор. Нет, каждая ситуация, она, конечно, требует отдельного рассмотрения. Но бывают ситуации, просто люди не хотят верить либо там в судебное решение, и попробуй им докажи, что вот вы прошли уже все инстанции, дело вступило в силу, но как бы здесь объективное рассмотрение было. Люди не хотят верить и вот считают, что их обманули. Как тогда действовать? Не знаю. Бесплатная юроконсультация, Денис, это то, что поддерживает вот это направление? Одно из направлений ассоциации юристов, да, поддерживает? Ну, это, во-первых, один из основных профильных таких проектов «Бесплатная юропомощь». И молодежка здесь, она максимально вовлечена, потому что, как Насимий сказал, и на примере Кировского отделения, у нас очень много действительно студентов работает тут в юроклиниках, этих центрах, «Бесплатная юропомощь». И по всей стране это 750 таких центров, которые работают по графику. Этот график в постоянном доступе на сайте либо региональных отделений, либо на сайте ассоциаций. И народ приходит действительно по разным вопросам. Ну, вот, срез делали, ЖКХ, вопросы, это процентов, ну, 19-20 занимают. То есть каждый пятый примерно вопрос. Да, вопросы семейного права, опеки, вопросы наследственные, очень много. Земельное право, право соцобеспечения, вот эти все вопросы по выплатам, пособия, пенсии. Это характерно все для всей страны, да? Это вот, да, срез по всей стране, и регионы, они там, ну, не пляшут вообще. То есть она прям строгая вот эта нумерация по процентовке, она по всем субъектам происходит. Ну, и проводим мы раз в квартал тоже акции, такие, день бесплатной юрпомощи. Вот будет следующий 30 июня. Прошлый мы проводили вот в конце марта 24-го по вопросам экологии. Ну, вот экологии мы решили срез, да, сделать тоже, посмотреть вообще, как народ реагирует и как вообще в региональных отделениях юристы работают, а какая вообще ситуация в стране с экологией. Ну, тоже дает некую социальную такую повестку нам для понимания вообще, и как законодательство в каком русле развивать, какие-то рекомендации давать. Не всегда, конечно, прислушиваться к ассоциации, потому что, хотя надо бы прислушиваться, потому что это, по сути, юрсообщество, которое законные пишут. Но ассоциации это все-таки общественное объединение. Да, да, да. Но в то же время вот эти дни бесплатной юрпомощи, они дают вообще понимание, какие проблемы существуют в стране. И Минюст у нас, он как оператор вот этой бесплатной юрпомощи, которая по закону оказывается адвокатами, нотариусами, так скажем, государственный блок. И вот ассоциация юрклиники, это не государственный блок. Они пользуют вот этой статистикой и делают, соответственно, выводы, доклады президенту готовят на основании мониторинга правоприменений. И тогда, в принципе, мы, условно говоря, решаем эту задачу, доносим до руководства страны, до органов госвласти, какие вообще проблемы перед жителями того или иного субъекта стоят, того или иного города, и как их там решать. По крайней мере, эту социальную функцию мы вот выполняем. Ну и плюс непосредственно оказываем помощь. Недавно был в Симферополе, мы ездили перед Днем Победы к ветеранам. Прям вот выезжали, конкретно помогали людям, конкретные вопросы. Брали с собой сотрудника пенсионного фонда, службы социальных местных, это Министерство соцразвития у них называется, и сотрудника прокуратуры. И вот два ветерана. И прям конкретно вот они сидели, прям прописывали все, заходили в базу со своим компьютером, приезжали. Прокурор, если что, писал заявление прям, она подписывала. Там бабушка была и дедушка, ветераны оба. И мы прямо вот в оперативном режиме за один день решили два вопроса. Проблема, предположу, с жильем связана? Одна была проблема с выплатой по капитальному ремонту как раз. Ей 90 с лишним лет по закону региональному. Она после 80-ти освобеждена. Плюс еще у нее, оказывается, там 150 тысяч можно было получить выплату себе на ремонт своего жилья. Единовременно у них региональным крымским законом. А второй вопрос был. Дедушка больной, он не может ездить по холоду. Он передвигается летом, либо ему там нужно обеспечивать условия. У него там воспаление тройничного нерва. Ему выдали по очереди путевку в санаторий, в Кавминводы на зиму. И он попросил просто, дайте мне перенесем просто на лето. И, в принципе, так говорят, вопрос плевый, мы это сделаем. Но столько бюрократии пришлось пройти, столько заявлений написать, всяких адаты, сколько нужно было людей законтачить между собой, чтобы вопрос этот решить. Но решили, решили вопрос положительно. Но это же какая проблема? Это же нужно вмешиваться в каждый случай, чтобы решить. И таких случаев десятки, сотни тысяч по стране. И поэтому все приходится точно решать. Как на семье говорят, приходят люди, мы узнаем о проблеме. Не пришли бы они, мы бы эту проблему не знали. И было бы вот это социальное недовольство, что постоянно все происходит, кругами все ходят, зациклено все, пишешь в прокуратуру, тебя опять сюда вниз ее спускают, в свою же прокуратуру, с которой ты не смог здесь решить, например, или в Следственный комитет, или в избирательные комиссии. И вот пока не врубишься конкретно, вот лично я за что благодарен нашим региональным отделениям и ребятам в Советах молодых юристов в регионах, они прям конкретно занимаются конкретными вопросами и делают благое дело. Это очень хорошая такая социальная нагрузка на юристов. Ну и в принципе это почетно считать среди юристов, особенно вот эта же проблона системы пришла Запада к нам. У них 20 часов в год надо обязательно оказать бесплатную юрпомощь. И они вешают на самые видные, ну те же штаты американские юристы, у них ассоциации юристов Америки, KBA, American Bar Association, и вот этот сертификат, который выдает эта ассоциация, висит на самом видном месте, что проблона оказал у них социальную ответственность, условно говоря, бизнеса юридического перед гражданами. У нас это пока, ну опять-таки на государственном уровне. Есть какие-то зачетки, да? Может быть, мы недалеко от этого так же? Ну, по крайней мере, корпоративные юристы, они к этому стремятся. На госслужбе, понятно, да, мы там, если у нас соглашение с Росреестром есть, допустим, к нам в день бесплатной юрпомощи приходит постоянно на точку оказания бесплатной юрпомощи представитель Росреестра, час налоговика, час нотариуса. Ну, в разных отделениях празднуем и выстраивается работа, но, я думаю, в день бесплатной юрпомощи, например, так и происходит. Реклама? Да, нужно прерваться. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наш разговор с Насимин Азаровым и Денисом Паншиным. В Кирове проходит Российский съезд Координационного совета молодых юристов и Ассоциации юристов России. Мы говорим о проблемах, которые волнуют юристов, как профессиональное сообщество вообще. У нас сегодня социально значимый, по-моему, эфир, потому что людей с юридическим образованием очень много. Я хочу вас спросить перед тем, как перейти все-таки к работе со школьниками. Есть такой миф, если можно так его назвать, что юрист — это такая высокооплачиваемая профессия. Я говорю именно о юристах, которые консультируют, а не тех, кто работает с юридическим образованием в различных силовых ведомствах. Я помню, не так давно в Кировской области адвокаты поднимали тему заработной платы. Есть ведь такая категория, как адвокаты по назначению, когда приходится с подозреваемыми работать, и у них там очень небольшие трассынки. Они хотели, чтобы все-таки вопрос решен был. Если говорить о юристах. Здесь, на самом деле, как говорится, юрист рознь. Все равно нужно смотреть в разрезе. Если мы говорим о каких-то силовых ведомствах, у них, конечно, оклады достойны. Если мы говорим о корпоративных юристах, тут волка ноги кормят. То есть у адвокатов даже взять кировский рынок, если не смотреть на Москву, тоже расценки абсолютно разные. У кого-то там один суд один стоит 3 тысячи рублей, у кого-то 20. На самом деле разрез большой. Но в целом нельзя так однозначно сказать, большие зарплаты или маленькие. Есть структуры, уважаемые государственные структуры, в которых юристы зарабатывают крайне низко. И это проблема не нашего региона, а на федеральном уровне. Примеры какие? Ну вот взять, например, наши, вот еще раз говорю, да, то есть если мы берем аттестованные должности, там, понятно, там УМВД, там ФССВП, ой, ФССП, извиняюсь, УФСИН, у нас члены ассоциаций юристов есть из этих ведомств. То есть там, конечно, это и гарантия есть, и зарплаты большие. Да, если взять, например, у нас несколько ребят, членов совета молодых юристов, устраивались на работу, вот, например, ФССП. Да, там зарплаты, к сожалению, там хотелось бы побольше, мягко говоря. И эта проблема у нас... Ну, поясним, гораздо ниже, чем у нас средняя зарплатная оплата в регионе. Ну, там порядка, да, там, конечно, оставляет желать лучшего, но я отдельно обозначу, что эта проблема, конечно, не наша региона, да, ФССП, это все-таки федеральная структура. Ну, вот Денис говорил в перерыве, что в Москве такая же ситуация. Ну, в Москве, да, он дипломатично пытается донести мысль. Но в то же время, вот, у меня друг, я вот, мы сейчас в перерыве, да, обсудили, работает в службе судебных приставов в Москве, в московском, то есть у них там еще внутри Москвы есть подразделение, то есть он непосредственно по субъекту. У него зарплата там около, там, 10 тысяч рублей в месяц. Понятно, что ему там формы выдали, у него там определенные какие-то там есть, может быть, гарантии по госслужбе, там, медицинское, может быть, отслуживание. Ну, попробуйте на 10 тысяч в месяц, проживите. Я думаю, что это совершенно невозможно просто, да, РБК вчера опубликовал данные, сколько у нас семья, в принципе, хочет, да, чтобы был заработок, там, от 45 тысяч в городах. Семья из трех человек, где два человека работают, до 120 тысяч в миллионниках, там, их столицы, да, субъектов. Средний там, ну, 80 получается. Ну, даже если ты один живешь, ну, на 10 тысяч как можно прожить взрослому мужчине? Мне кажется, это не вот тем более в Москве. Ну, вы говорили как раз перед эфиром, что и аппетит у выпускников юридических факультетов в Москве также он более высокий, чем в регионах. В Москве, в Петербурге, в классических крупных вузах, вот там топ-5, да, допустим, взять МГУ, СПБГУ, МГУА, там, Саратовская госюрокадемия и УРГУА. Ну, вот, допустим, мы взяли, да, четыре города. Пятерка топовых вузов, они, в принципе, и признаны. Эти ребята, выпускники, они изначально уже идут в те вузы, которые, ну, как минимум гарантируют какое-то трудоустройство из-за имени вуза. Те, кто там хорошо учится и те, кого замечают работодатели, они действительно могут рассчитывать на большую зарплату по выпуску. То есть они уже включаются в процесс, там, на курсе третьем бакалавриата, на четвертом магистратуре. Обычно ребята уже работают почти все, и там, да, действительно, вот Москва, Питер предлагают зарплаты и по 150 тысяч в месяц. Но это иностранные фирмы, либо ведущие какие-то топовые юридические фирмы, конторы, где, ну, они работают сутки напролет. Ну, так как говорят, свободный график. Когда захотел, в 7 утра пришел, захотел, в 22, там, ушел, да. Свободный график, распоряжаясь, как хочу. Им буквально некогда просто эти деньги тратить. Ну, там действительно колоссальная нагрузка, но зато они получили знания, навыки, которые не могут соответствовать. Но есть еще такая категория студентов, которые, вот они в розовых очках до сих пор, ощущение, мироощущение, что, да, мы выпускаемся, мы юристы, мы крутой вуз закончили, у нас будет сразу офис, водитель, секретарь, который кофе у нас, и зарплаты соответствующие. Нет, такая ситуация возможна при условии, если, например, папа или мама руководитель крупной фирмы. Я знаю множество таких примеров, когда сын или дочь учится, потом юрисконсультом начинается, да, в фирме подрабатывать родительской. Когда там у себя, это, по сути, ты сам себя и капитализируешь в свою семью. Но такие люди тоже, если куда-то их папа и мамы устраивают, они там, ну, год просидят, два. Нормальный бизнесмен всегда скажет, зачем мне балласт, мне не нужен лишний груз. Ну, и тем родителям тоже, мне кажется, стыдно может стать, когда понимают, что отпрыск далеко не звезды с неба хватает, и учился он не так уж хорошо, как хотелось бы. Давайте поговорим еще об одном направлении вашей работы, это работа со школьниками, да, на семье тоже большое внимание этому уделяется, характер и суть, и задачи, собственно, этой деятельности. Да, это тоже федеральный проект, школа права, который спущен во все регионы, ассоциации юристов, региональное отделение, у нас он тоже активно реализуется. Суть заключается в том, что вот эти юристы, подрастающие поколения, с лекциями на правовые темы посещают учебные заведения, и для школьников 9-11 классов, то есть выпускных, читают лекции на правовые темы, то есть у нас в прошлом году был очень большой проект по виктимологии, как не стать жертвой преступлений, задействовали студентов Волговятского института, МГЮА, МФЮА, ВЯТГУ, основные юридические факультеты, то есть и порядка 120 студентов приняли участие вот в данных лекциях. Также вот сейчас, например, мы активно месяц назад начали лекции читать у наших ребят, кураторов этого проекта, по избирательному праву, в частности, это не только в школах, и на юридических факультетах вузах города Кирова не юридических. По избирательному праву в принципе или в Российской Федерации? Нет, это в принципе разъясняют, так как у нас год выборный, да, мы выбираем и высшее должностное лицо региона, и будут у нас... Но у нас два года выборных, и этот, и следующий. Да, у нас то есть все подряд, и поэтому мы, ввиду там последних данных о падении интереса к голосованию, особенно среди молодежи, мы пытаемся активизировать, рассказать людям, как голосовать, процедуру, механику саму, то есть может кто-то не знает, чтобы побудить людей к активным действиям. А вообще вся суть вот этих проектов, о которых мы говорили в начале, да, о школе права, в том, чтобы, может быть, как раз решить ту проблему, о которой мы в самом начале говорили, решение вот этого качества юристов. Я думаю, что если студенты пройдут вот подобную школу подготовки через наши проекты, через общение с живой, там, с профессионалами, с сотрудниками, то уже подходя к выпуску, они будут на самом деле крайне компетентными, и профессия-то, возможно, перестанет быть какой-то такой абстрактной. Не будет тех случаев, как вы упомянули, а девушке, которая сказала, наконец-то я поняла, что это не мое спасибо вам. Это, кстати, единичный случай или не единичный? К сожалению, многие, конечно, боятся это лично говорить, но когда происходит отток или уменьшение рабочих групп у нас, мы понимаем, что это имеет место быть, и, к сожалению, это не редкость. Ну, работать с населением — это тоже призвание. Представьте, какая психика должна быть, когда через себя все эти ужасы... Ну, психика, наверное, и умение находить контакт — это основное, наверное, все-таки, да, вы работаете с теми, кто приходит? Ну, если с клиентами, кто работает, то да. Просто представь, в принципе, ты ведь получил какой-то объем знаний. Вот получил, и что получается? Весь затык, простите, в том, что ты не умеешь нормально общаться, что ли, с человеком? Есть и такое. Да, есть и такое. Есть и такое коммуникация, когда вот нарушена, человек просто сам по себе, может быть, он психологически некоммуникабельный, ему сложно, ну, вот он, наверное, и выберет себе профессию, условно говоря. Тихого следователя, либо клерка где-нибудь юридического, бумаги перекладывать, писать умные мысли, либо станет автором каких-то статей. Ну, много таких примеров, кстати. Кто лекции плохо читает, но зато пишет такие замечательные статьи, учебники, преподавателей таких много. А чтобы не было таких ситуаций, как эта профориентационная работа Ассоциации проводится, на встречи, например, со старшеклассниками. Однозначно. На тему ты вот, ну, с теми, кто решил пойти учиться на юриста. А почему ты пошел? Да, да. Есть такая? Прям были вот конкретные случаи. Вот я один раз ходил в рамках 20-летия Конституции в 13-м году. Я как раз тогда в ЦИКе был членом Центральной избирательной комиссии. И вот молодежку вел в аюре. И мы вот проводили уроки по Конституции. Я прихожу в 9-й класс. Мне говорят директор, что это вот Денис Панчин, открытый урок. Вот перед вами те, кто изучает сейчас общезназнание и планирует поступать на юрфак. Ну, человек 20. Полминуты у нас остается. Сидя, да. И вот они не понимают, что такое Конституция, что такое герб, гимн, флаг. Я говорю, а как вы собираетесь вообще поступать? Я им начал преамбула объяснять. Мы многонациональный народ. И каждое слово пришлось человеку объяснить людям, школьникам, что такое народ, что такое многонациональный и прочее, и прочее. Но в то же время мы отсеиваем, значит, людей. Я не понимаю, да, юрист это все-таки другое что-то, это не мое. Мы тут акцентируем внимание, что поступайте на юрфак подготовленными и готовыми к тому, что будут такие-то сложности, трудности, но и такие-то бонусы. Спасибо. Получение профессии юриста в настоящее время, спрашивали мы вас, престижно, перспективно, либо вполне привычно и обыденно. Вот ВКонтакте смотрю 50% за вариант «это штамп». Надо развивать интерес к другим специальностям. Ну, нисколько, наверное, не спорит никто из присутствующих в студии. Спасибо, наши гости, Насимий Назаров и Денис Панчин. Благодарим вас. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин